А сейчас об этих и других событиях более подробно. В Магнитогорске продолжается реализация масштабного проекта притяжения. Полным ходом идет строительство объектов второй очереди, в том числе видового холма, высота которого составляет 36 метров. В данный момент его отсыпка полностью закончена. Сейчас идут работы по монтажу фундаментов навеса и беседок, прокладке инженерных сетей и озеленению. Подробнее о ходе строительства расскажем в нашем сюжете. Видовой холм – один из масштабных объектов проекта притяжения. Он занимает площадь 15 гектаров, его высота – 36 метров. Работы по обустройству сооружения начались еще год назад, в феврале 2022 года. Сейчас холм имеет свои финальные очертания. На данный момент отсыпка холма завершена в полном объеме. То есть это 1 миллион 831 тысячи метров кубических отсыпанных шлаково-ощебня. Сейчас как раз-таки идет процесс. Это так называемая вертикальная планировка. То есть это профилирование самих трасс, выравнивание склонов до проектных отметок. Дальше идет георешетка, соответственно, обваловка холма. То есть уже придание ему, скажем, законченного вида. На объекте трудится компания-подрядчик из Екатеринбурга. Специалисты поднимали видовой холм с высоты 4 метров. Сейчас ведут работы по устройству фундаментов навеса и беседки, которая будет защищать отдыхающих от капризов погоды и от холода в зимнее время года. Также на холме осуществляется прокладка инженерных сетей, общая протяженность которых составляет 3 километра. На сегодняшний день у нас полностью смонтирован трубопровод искусственного снижения. Он опрессован. Сейчас там фактически только остается какая-то часть по благоустройству. Значит, прокладываем сети канализации, прокладываем сети водопровода. Думаю, что, наверное, в течение 2-3 недель мы их тоже закончим. Параллельно ведутся работы по электроснабжению и холмовой части, и мачесосвещение. Также уже в течение месяца идут работы по озеленению холма, вернее, по формированию армирующего слоя. Склон холма предварительно накрывается геотекстильным материалом. Это для того, чтобы избежать, ну, скажем так, размыва, проникновения плодородного слоя в холм, потому что все-таки структура холма все равно, ну, достаточно дренирующая. Дальше, соответственно, у нас идет разравнивание слоя ПРС плодородного растительного грунта толщиной 100 миллиметров. И затем уже на этот пирог мы крепим георешетку. То есть это, так скажем, структурный материал ячейский, ячейки которого наполняются плодородно-растительным грунтом, исключая его сползание вследствие там паводка, таяния снега. Весь холм будет засажен газонной травой. Также на его территории появятся кустарники. Объект станет местом для активного отдыха горожан. Здесь будут оборудованы несколько трасс. Это горнолыжная трасса, учебная, а также трассы для тюбинга. Подъем на стартовые позиции будет осуществляться с помощью специальных ленточных подъемников. Сейчас как раз-таки ведутся работы, основная вертикальная планировка. То есть, чтобы трасса была где нужно 6 градусов, где нужно 12 градусов. Соответственно, велосипедная трасса уже практически профиль сформирована на 100%. Сейчас ожидается финальная планировка с привлечением профессиональных спортсменов, чтобы где-то чуть-чуть градусик добавить, градусик убавить. Горнолыжные трассы и трассы для тюбинга будут иметь всесезонное синтетическое покрытие. Также на видовом холме планируется обустроить сноупарк с трамплинами различных видов и так называемый зиплайн протяженностью 440 метров. Монтаж зиплайна, подъемников, беседок, обволовка искусственной возвышенности станут заключительными этапами строительства. Открытие объекта второй очереди, проекта притяжения, в число которых входит и холм, состоится в июле 2023 года и будет приурочено ко дню металлурга.